Иисус не мог быть Богом, потому что он был соделан Господом. В Деяниях 2.36 написано, и он сделал Господом того, которого вы распяли. Помните это место? Раз Бог сделал его Господом, значит что? Раньше он Богом не был. Но заметьте, что все эти возражения, в общем-то, упираются в три таких момента. Либо в неправильное толкование какого-либо отрывка, когда берется один маленький отрывок из контекста, и начинает вокруг этого обсасывать. Либо, второе, о природе его физической, духовной и так далее. Либо о делегировании власти. Это опять вопрос делегирования власти. Он соделал Господу, сделал Господу. Что значит? Он объявил для всех нас, что это есть Сын мой, и его слушайтесь. Правда? Соделал он его Господом? Раз мы этого раньше не знали, для нас он сделал Господом. Но практически он эту власть имел всегда. Правда? Хорошо. Тринадцатое возражение. Опять-таки. Христос не мог быть Богом, потому что он был подчинен. Подчинен Богу. Он говорил, я ничего не могу делать, если я не вижу Отца Творящего. Вот не могу делать. Не могу делать. Значит, что-то Иисус не мог делать. Иисус все мог делать. Правда? Это как тот камень. Можно ли Бог сделать камень, который сам не может поднять? Бог все может, но он не дурак, чтобы заниматься такими вопросами. Правда? Естественно, Иисус все мог делать. Но зачем бы он стал делать что-то противное своему Отцу? Поэтому и сказано, я не делаю ничего, если не вижу Отца Творящего. Да? Или был случай, когда Иисус не мог никого исцелить там, потому что в Него не верили. Мог он исцелить? Мог. Но он видел неверие человека. Правда? Поэтому исцеление, зависит оно не только от Бога, но и зависит от самого человека. Ну вот, например, одна женщина ходила к нам на домашнюю группу, еврейка. Мы предлагали ей поехать в Израиль. И там в Израиле ей сделают операцию, потому что у нее был перелом тазобедренного сустава. И она отказалась от этой операции. Бесплатной. Потому что ей показывают, а как же я-то буду? Вот она уже ходит, жалуется, понимаете, на то, что она больная, а лечиться не хочется. Потому что где-то тайней, вот такое явление вообще называется госпитализм. Это человеку нравится. Он ищет поддержки окружающих, понимаете? Он не хочет исцеляться. Или, допустим, что случилось с тем человеком, который 40 лет сидел на ступенях храма, а потом ему пришлось, был исцеленный. Наверное, пришлось ему идти на работу. И в 40 лет приобретать какую-то профессию. И может он подумал, ну зачем я вообще попался на глаза этому Петру? Лучше бы я сидел где-нибудь в сторонке. Так бы до конца жизни у меня было бы неплохое, так сказать, пропитание. Я где-то такое слышал высказывание, что нищие, которые стоят в церкви, имеют не меньше, чем учителя средней школы. Это можно также понять, что учителя средней школы имеют точно ту же зарплату, что нищие стоящие на паперте. Правда? Все обратимо. 14 возражение. Иисус не мог быть Богом, потому что Христос умер, а Бог бессмертный и умереть не может. Умирая на кресте, Христос сказал, в руки твои предаю Дух Мой. Что же это значит? Так, пожалуйста. А в природе человеческой умирать? Правильно? Как человек, он умер. И случилось с ним то же самое, что и с любым человеком. Душа его пошла в Богу. Правда? Некоторые говорят, что его душа сначала пошла в ад, а потом в Богу. Кто знает? 15 возражение заключается в том, что Христос не мог быть Богом, потому что был зачат Святым Духом. Но он же был зачат Святым Духом. Значит, он не был Богом. Опять-таки говорится о зачатии чего? О зачатии того тела материального, который он имел до момента своего воскресения. Потому что воскрес он уже в другом теле. От рождения до смерти мы имеем физическое тело. И это тело было действительно зачато. Правда? И это тело что сделало? Умерло. Но когда Ишуа пошел к Отцу, он уже прекрасно в новом теле был, которое и мы будем иметь. Хорошо. Шестнадцатая причина. Он говорит, я восхожу к Отцу вашему и к Богу моему, и к Богу вашему. Поэтому Христос и Бог должны быть разными. Они похожи эти возражения, правда? Они базируются на Библии. Вот Библия так утверждает. Значит, Иисус не Бог. Раз я восхожу к Богу вашему. Опять-таки, это говорится о физической и духовной природе. Правда? И говорится о том, что Он будет где? Он будет на небесах. Да? Где престол Божий. Может быть, это физическое место, где Иисус сидит рядом с Отцом. Может быть, это в духовном смысле. Правда? Но Его место на небесах. Он был здесь. Я восхожу к Отцу. Я восхожу к Богу. И это не значит, что Бог, а я другое, или Отец одно, а я другое. Потому что сам Иисус говорил, я и Отец – это что? Одно. И Он сам у себя говорил, я и есть Бог. Я есть сущий, Он сказал. За что Его, кстати, и распяли. Распяли Его ведь не за то, что Он был хорошим учителем, или не за ересь какую-то, или за то, что Он учил неправильно, или не за то, что Он в храме что-то неправильно сделал, а исключительно только за то, что Он делал себя, как сказали, равным Богу. Правда? То есть, Он сам я говорил, я и Отец – одно. Семнадцатое. Христос не может быть Богом, потому что Он молился Отцу. Интересно, да? Раз молится, я молюсь кому-то, значит, умоляю, упрашиваю его, да? Стало ли, я не могу сам иметь такую известность. Но, кстати, вы знаете, что есть такое еврейское мнение, что Бог молится? Бог на небе, оказывается, надевает талит, тфилин и молится. Кому же Он молится? Он молится, дай, Господи, мне проявить милость к этим неразумным людям. Сам себя говорит, дай мне проявить милость к этим неразумным людям. А вообще, знаете, почему плачат иконы? Моё мнение. Иконы плачут, потому что есть такие дураки, которые поклоняются в эти иконы. Они этих выдержать не могут и плачут. Так вот и Бог молится, да? Ну, смысленно, хористосов, тихо, сам собой ведут беседу. Если мы порой сами с собой размышляем, то тем более Бог, Отец и Сын могли общаться друг с другом, будучи одним. Хорошо. Христос не может быть Богом, потому что если бы Он был Богом, то было бы больше, чем один Бог. Ну, это понятно, это всё то, что мы говорили в Троице, да? Три в одном. Безусловно. Девятнадцатое возражение. Да, восемнадцатое, что Христос не может быть Богом, потому что тогда было бы больше, чем один Бог. Потому что некоторые евреи говорят, что христиане идолопоклонники, и поклоняются трем Богам. А некоторые говорят, что четырем, включая Матерь Божью. Правда? Матерь Божью возвели в такой же ранг, как и самого Иисуса. Я не буду сейчас говорить, правильно это или неправильно. Я думаю, что мы эту женщину должны почитать. Безусловно. Как величайшее почтение. Но единственный посредник между нами – Ишу и Мессия. И не сказав посредничество Деви Марии или кого-то другого. Хорошо. Девятнадцатое возражение. Иисус не мог быть Богом. Оказывается, он был вообще идеей, которая не имела материального существования и материальной формы в начале. Потому что слово было Бог. Эта ересь, между прочим, родилась еще в 325 году. И называется докетизм. И сейчас эта ересь, она возрождена. Потому что эта докетическая ересь, еще объявлена уже учением в 325 году. Ее можно найти в новой американской стандартной версии Луки 23 главе. Интересно, да? Да. То есть Иисус – это, оказывается, идея. Это не Бог, а вообще идея. Потому что это слово было Бог. А в 23 главе стандартной версии, новой американской стандартной версии перевода Библии, умирающий разбойник обращается к Иисусу Христу не по его божественному титулу Господь, но по человеческому имени Иисус, показывая тем самым, что Христос его покинул. Эта версия Библии, новая американская стандартная версия, является одной из выдающихся богохульной Библии современного дня. Потому что, прежде всего, она учит о двух богах. Иоанна 1, 18, неправильно переведена. Затем учит об уходе Христа из Иисуса. Интересно получается, да? Вот это называется докетизмом. То есть, что Иисус был, оказывается, версией. Иисус физически был, то есть, не версия, как это, духовной идеей. Иисус физически, потом он получил какую-то духовную идею, или дух, да? Потом эта одержимость духом его покинула. Всё. И это отражается даже в современных переводах Библии. То есть, очень страшная версия. Ну, естественно, вы понимаете сами, что Бог, Слово всегда был Бог. Когда говорится Слово, здесь не говорится какая-то идея. Слово мемра, да? Слово давар. Давар – это нечто вещественное, нечто существующее объективно. И этим Словом сотворён был мир, правда? Словом был сотворён мир, а не отвлечённой идеей. Двадцатая, тоже похожая на предыдущие, что мы говорили. В Иоанна 14, 28 Иисус говорит, «Отец мой больше меня». Опять-таки, о чём говорится? Не о природе Иисуса, а о делегировании власти. Правда? То есть, Иисус, находясь на земле, выполнял чью волю? Отца. И был данный случай отец больше Его? Безусловно. Потому что я полностью подчиняю. Не моя воля, но твоя пусть будет. Но этот процесс был не физической немощи Иисуса, или в чём-то, что Он не мог, или слабее был Отца. Но потому что Он добровольно, абсолютно добровольно подчинил Себя Отцу. И последнее. Номер 21. Что Иисус не Бог. И отношение к Богу одно относится к единению в пастырстве и пастушестве. Как бы ученик объединяется с Учителем. Отец и Сын – это как бы нечто, конгломерат в двух лицах существующих, как единый Бог и Иегова. Иисус Христос – одно, Иегова – это другое. Господь Иисус Христос – это Альфа и Омега. Начало и конец. И это, мол, как бы два Бога. Видите? Есть очень много разных рассуждений. Я еще не все вам привел, чтобы вы, бедные, не устали. Поэтому давайте и на завтра мы уже будем разбирать отношения с христианами. Пожалуйста. Следующий подпункт, который у нас будет – развитие концепции Мессии. Развитие концепции Мессии. Ну, вы знаете, что развитие концепции Мессии не потому происходило, что люди сидели и придумывали. А что мы еще новое о Мессии придумаем? Правда? Это чем-то подобно тому процессу, когда изображение уже существует на фотобумаге. Правда? Оно в скрытом виде. Мы ложим эту футбумагу в проявитель. Кто-то занимался фотографией. Мне всегда очень это было интересно. Когда смотришь – ничего нет. А потом вдруг начинает проявляться изображение. Сначала какие-то контуры, а потом становится четким, четким. И вот, наконец-то, мы видим прекрасную фотографию. Правда, как это замечательно? Вот это и получается развитие концепции Мессии. Это не значит, что сидели и придумывали евреи. Чего бы еще придумать о Мессии. Правда? Итак, хорошо. Традиционная картина прихода Мессии мы говорили, что Мессия восстановит Израиль, да? Будет мир во всем мире. И что установит царство Израиля. Можем ли это найти вещи в Библии? Термин «Мессия» – помазанный, используется либо как Мессия, в теологическом смысле, либо еще для таких явлений, как цари, царь помазанник, правда? И пророки. Некоторых пророков помазывали, и они после этого становились пророками. То есть, для обозначения исторической личности, обычно царя, но иногда пророков. Псалом 104.15 или священников. Исход 29.7, Левит 8.12. Помните, Маше помазывал Аарона, помазывал кого он? Его Шабенуна, да? Аарон помазывал священников, и так далее. То есть, кто-то кого-то помазывал. И эти люди были помазанники. Маше их. Был Аарон Маше их? Был, раз его помазали? Он был помазанник. Итак, помазывали на служение Богу. Для священничества. Исход 28 глава, 41 стих. Особенно важным помазанником считался первосвященник. Особо важным помазанником считался первосвященник. Это Левит 4.3,5.16. Левит 6.15. Было время, когда в Израиле не было царя. После того, как в Израиле появились цари, их тоже стали называть помазанниками. И церемония введения должности царя называлась помазанием. Поэтому царей можно также называть помазанниками госпитал. Первое царств 2.10,35.9.16.24.7. Я вам уже продиктовал. Успеваете? Первое царств 2.10,35.9.16.24.7. Я вам не буду уже цитировать все эти вещи. Пророки. Елисей получил помазание Ильи. Помните? Причем в двойном масштабе. Помазание Ильи. Третье царств. 19.16. С человеком, считавшимся помазанником господа, обращались с большим почтением. Причинение ему вреда или на сегодняшний день оскорблений считалось таким же преступлением, как убийство. Потому что, помните, Давид, хотя тоже сам был помазанником, и он был уже помазан, но он скрывался от Саула, и что? Не мог причинить ему никакого вреда. Не потому что физически не мог, а потому что знал, что Саул помазанник Божий. Пророки расширили концепцию Мессии. Пророки расширили концепцию Мессии. Не только как царя для Израиля, но и для всего мира. Первый подпункт. Объединенный Израиль будет центром мира, основанного на принципах Торы. 2. Исайя 2 глава. Второй подпункт. Бог благословит весь мир через Мессию. 3. За грехи Израиля и его лидеру изгнание неизбежно. Божий суд должен совершиться, но остаток возвратится. Исайя 11, дробь 11, 12. И станет частью царства справедливости и праведности. Где будет? Какой царь править? Машех, да? Царь-помазанник Машех. Четвертый подпункт. Так как царь Израиля не был таким, каким должен быть еврейский царь, Бог поставит нового царя по образу Давида. Хотя все цари Израиля считались посадниками, да? Но будет некто особый помазанник. Те все Машехи, а он будет кто? Гаммашех. Гаммашех. То есть особый помазанник. Особый помазанник Исайя 9 главе. Говорится о качествах этого помазанника. Помните, мы уже разбирали. Царь чудный и так далее. Главное, если мы можем так, среди пророков, найти, главный пророк, который пророчествует о Мессии, это кто? Исайя. Итак, запишите. Исайя сыграл ведущую роль в конкретизации мессианской надежды. Конкретизации мессианской надежды. То есть люди надеялись на Мессию, да? Но мы не знали, кто этот Мессия. Когда мы прочли пророка Исайя, мы стали это себе конкретно представлять, да? Значит, Исайя, пишите на главу, сыграл ведущую роль в конкретизации мессианской надежды. Первое. Описание ребенка, Эммануила. Ребенка, Эммануила. Мы уже говорили об этом. Седьмая глава, четырнадцатый стих. Второе. Дальше развитие мессианского идеала. Девятая глава, шестой, седьмой стих. Это что? Характеристика этого ребенка. Первый подпункт, что ребенок, Эммануил. Седьмая глава, четырнадцатый стих. Вы пишите просто. Ребенок, Эммануил. Семь, четырнадцатый. Дальше. Ребенку дает определенные характеристики. Девятая глава, шестой, седьмой стих. И описывает его, как спасителя Израиля, который воссядет на престоле Давида. Третье. У Исаии центральной фигурой является мессия, который, будучи отраслью от корня Исея, ускорит и распространит религию Израиля по всему миру и станет знамя для народа, и обратятся язычники. Значит, третий пункт, корень Исея, который ускорит распространение религии Израиля по всему миру и станет как знамя для народа, и обратятся язычники. Исаия 11, дробь 10. Но, хотя весь мир станет верующим в Бога, да, и в его мессию, тем не менее, Израиль и Иерусалим по-прежнему будут играть центральную роль в дни мессии. Не московский патриархат, не Америка, не Австралия и никакое-нибудь место, да. Значит, четвертый пункт, что, несмотря на то, что в мессии будет весь мир верить, именно Израиль и Иерусалим по-прежнему будут играть центральную роль в дни мессии. Исаия 2, дробь 2-4. Михей 4, дробь 1-4. 5. Государство Израиль и его народ будут совершенны и станут светом для всего мира. Помните, мы же говорили, тысячелетним государством и государство будет сохраняться. Будет сохраняться. И главным государством какое будет? Израиль. Является сейчас Израиль образцом для всех государств? Далеко нет. Но когда Машия будет царствовать, так будет. Государство и его народ будут совершенны. Государство Израиль и его народ будут совершенны. И станут светом для мира. Шестой пункт. Вот. Ну, найдете. Я сейчас не буду всем местом. Действительно глубокий проникновенный образ восстановленного Иерусалима. Шестой пункт. Восстановленный Иерусалим как религиозный центр мира. Исайя 60.15 Исайя 60.21 Исайя 54.11.12 Седьмой пункт. Все народы узнают Бога и станут прославлять Его. И будут поклоняться Ему в Иерусалиме. Исайя 45.6 56.7 66.23 Но если бы Исайя говорил только о царствующем Мессии. Мы знаем, что есть нечто противоположное. Мессия страдающий, да? Это по следующим пунктам. Какой у вас восьмой, да? Говорится о Мессии как слуге или рабе Господа. И его миссия заключает в себе страдания, смерть и воскресение. Исайя 42.1-4 Точка с запятой 49 глава 1.6 Точка с запятой 50 глава 4.9 Точка с запятой 52 глава Вся И вся вторая с 13 до 53 Вся, да? Вторая половина 52 главы И вся 53 глава Что касается определения личности этого слуги, еврейские ученые до сих пор не достигли в этом вопросе единогласия. Но Агада, эта мудическая легенда, решительно отождествляет его с Мессией. И многие понимают его как Мессию Бен Иосифа. Следующие пророки Наум и Сафония Наум и Сафония Наум и Сафония Также пророчествуют о мессианском царстве, Хотя и не делают ударения на личность самого Мессии. Наум и Сафония Тоже пророчествуют о мессианском царстве, Хотя и не делают ударения на личность самого Мессии. Первый пункт Это будет время суда над злом. Сафония 1 дробь 15 2 дробь 10 3 дробь 7 Время суда над злом Второе Это время духовного возрождения всего мира Сафония 3.8 Третье Это время праведного остатка Сафония 3.8 12.13 И это время, когда Бог будет царем Израиля Сафония 3.15 Где этого наума, вы сами поищите Иеремия 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 говорит, первое, о том, что Бог никогда не отвергнет Израиля Иеремия 31 Ну, 31, молодцы Царь из дома Давида будет править справедливо Пункт 2 Иеремия 32 Дробь 14 И все народы соберутся перед Богом в Иерусалиме Я не даю вам всех сносов, понимаете, их очень много Ключевые Соберутся перед Богом в Иерусалиме Иеремия 3.15 30.3 Пророки из знания Пророки из знания Кто такие были пророки из знания? Ну, языки Иль Даниил и Иоиль Пророки из знания Значит, для того, чтобы произошло Божье Царство Должны быть чудесные действия Даниила 2.7 И также Даниила последующие главы Помните, которые свидетельствуют о пророчестве Мессии Что Мессия придет, когда Он придет конкретно И что при этом будет Иезекииле 37.11.14 И Иоиль Иоиль 2.28.31 Говорит о свидетельствах, которые будет Так, где Иоиля Произошло пророчество Иоиля В Деяниях апостолов Помните? Да, из Иоиля Дух Святой на всякую плоть Поздние пророки Поздние пророки Это от времени возвращения И восстановления Израиля После Вавилонского плена Особенности их Эсхатологическое спасение Стало ассоциироваться с концом дней Первое Спасение ассоциируется с концом дней Второе Придет великое искупление Третье Бог прямым и сверхъестественным образом Вмешается в историю мира Четвертое Вследствие этого вмешательства Иерусалим будет спасен Особенно это у Захарии Начиная с 12 главы И далее до конца книги Захария 12-14 главы Помните? Что Бог сверхъестественным путем Вмешается в историю И Израиль будет спасен Хорошо Дальше Агей и Захария говорят о заравабеле В мессианских терминах Агей 2-23 Захария 4-7 Еще раз говорю, что заравабель не мессия Но как пророба с того великого мессия И заравабель был последним царем Израиля Из колена Давида, да? А последующим были цари Было некоторое время, когда в Израиле не было царя А потом были цари из династии Хашманеев И Ироды Которые приплелились вообще Они не были евреями Все Но заравабел был последним помазанником Из рода Давида Агей 2-23 И Захария 4-7 Следующая мысль Мессианская эра следует за великой катастрофой Которая несет разрушение миру Уничтожает язычников Это тоже у Захарии есть Следующее Среди результатов этого происходит Нравственное преобразование народов После этой катастрофы, которая уничтожает язычников Нравственное преобразование народов И поклонение народов Богу Израиля Захария 2-15 8-20-23 И Малахии Малахии, помните? Особенности последней главы Очень сильные Особенности в последней главе И там сказано о том, кто придет Чтобы примирить Да, землю, чтобы она не была поражена Богом В целом Танах представляет Мессию Как личность, имеющую божественное и человеческое происхождение И исполняющую миссию в два этапа Первое, как страдающий слуга И как мессия царь И против этого не могут возразить Остатоксальные равенны И поэтому придумывают Помните? Мессия бен Давид И мессия бен Иосиф Страдающий мессия И мессия, являющийся как царь Между заветный период Между Последним пророком Малахией И Новым Заветом Ну, в Библии не сохранились у нас такие данные Потому что здесь не было написано в Библии Но вера в мессию резко укреплялась Чем больше страданий у народа было Тем больше укреплялась вера в мессию Вера в мессию особенностью укрепилась Когда анет римского правления было Правда? Вот И почему же не приходит мессия? Это вопросы задавали себе все Саддукеи говорили, что мы неправильно делаем все в храме Фарисеи говорили, что мы недостаточно святые для этого И они стремились освящаться и освящаться и освящаться Ессеи говорили, что мы недостаточно отделились от этого мира Поэтому они отделялись и уходили в пустыню Да? Итак, разные группы евреев задавали себе вопросы Одни говорили, что это поколение недостойно этого Другие говорили, что в Израиле слишком много грешников Третьи говорили, что приход мессии откладывается из-за ухищрений сатаны Но чем тяжелее положение, тем живее надежда Кульминация возникла, когда пришел Иешуа Мессия Пришел Иешуа Мессия И помните? Он не оправдал оказанного ему равенными высокого доверия Да? И возникло уныние Вот интересно, что комментируя Комментируя Бытие 49.11 и Захарию 9.9 Талмуд использует слова «спасение» и «мессия» как взаимозаменяемые понятия Правда? Интересно Талмуд использует «спасение» и «мессия» как взаимозаменяемые понятия И в других местах Талмуда Божий слуга становится титулом Мессии После библейский период После библейский период, вы помните 70-го и 135-го года Катастрофы, уныние, которое было И решили, что будет период скорби, называемый мессианскими муками Помните? Родовые муки Мессии И некоторые говорили, чем хуже, тем лучше Чем мы хуже живем, друзья, тем быстрее Мессия придет Потому что не может же Мессия смотреть на муки Израиля Не может Мессия науки Израиля Особенность эта обострилась, когда Богдан Хмельницкий уничтожил большую часть евреев Украины И они сразу поверили в Мессии Но не в того, который нужен был Правда? Потом пришел Бавшим Тов, который тоже дал уклон в мистику И тоже он своего рода явился Мессией для них Но все-таки создались определенные концепции Первая концепция, что Мессия, потомок Давида Восстановит Израиль и будет править миром Первое Мессия, потомок Давида Восстановит Израиль и будет править миром Второе Произойдет последнее грандиозное столкновение с врагами Бога и Израиля И враги эти будут повержены И эта мысль тоже есть в Откровении Ох, Магох, Магох Дьявол сойдет и будет страшное побоище И все знают это, как будет называться Армагедон Хотя не все знают, что это географическое название Армагедон означает конкретное место, где это будет проходить Итак, произойдет последнее грандиозное сражение с врагами Бога и Израиля И враги будут повержены Третье Результатом установления Мессианского царства Станет центральное положение Израиля в духовном плане И все народы примут Тора и Бога И четвертое Это будет век духовного блаженства и материального процветания Исчезнет смерть, произойдет воскресенье И возник конфликт Прежде всего из-за того Пришел ли уже Мессия Да? Помните? Между христианами и иудеями Конфликт Есть ли Мессианское царство Или оно еще придет О чем говорил Нахманид Да? И обладает ли Мессия божественными Качествами является ли он Бог Или это просто гениальный и великий человек О чем и до сих пор спорят лучшие умы Ортодоксальных евреев Благословен Господь и Бог, что для нас это не проблема Но что можно сделать в конце, как вывод Прежде всего и еврейская мысль подтверждает Что Мессия существовал до сотворения земли Вывод Еврейская мысль Независимо от христианской Помните? Подтверждает, что существование Мессии До сотворения мира Второе Более высокое положение Мессии По сравнению с Моисеем и Англибами Его роль представителя Третий момент Его роль представителя Посредника между Богом и человеком Судьи Правда? Четвертое Его страдания и осмеяния Пятое Его насильственная смерть, принятая им за свой народ Где это мы находим? В каком месте мы находим это? Исаия 53 глава Его действия ради живых и мертвых Его искупление и восстановление Израиля Также вражда язычников Суд над ними и обращение Преобладание Его закона То есть закона Мессии Всеобщее благословение последних дней И Его царство будет во веки веков Благословен Он Преобладание 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 Преобладание